50-м великим праздником Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это событие описано у двух евангелистов, у евангелиста Марфея и евангелиста Луки. Мы знаем, что 2000 лет назад в римской провинции Палестине и Иудеи была перепись. И для того, чтобы пройти эту перепись, каждый гражданин, каждый житель, лучше сказать, римской империи, должен был прийти в свой город, откуда был его род. И вот праведный Иосиф Обручник, нареченный муж Девы Марии, был, как и сама Дева Мария, из рода Давидова. А городом царя Давида был город Вифлеем. И вот поэтому они пришли в этот город для того, чтобы записаться, для того, чтобы пройти перепись. Они пришли в этот город, но они пришли, конечно, не одни, а туда стекалось очень много людей с окрестных селений, весей, и город этот был переполнен. Все гостиницы были заняты, все дома были заняты, и вот в какой бы дом они ни постучались, ни обратились, везде им в пристанище, ночлеги было отказано. А как раз пришло время родиться Спасителя. И вот Дева Мария вынуждена была выбрать для того, чтобы родить Христа, даже не человеческое жилище, а жилище скота, вертеп, пещеру, в которую загоняли от непогоды на время ночевки пастухи свой скот. И именно там родился Спаситель. И там она, повив его пеленами, положила в кормушку для скота, которая называется ясной. И вот в то время рядом было поле, на котором пастухи несли ночную стражу. И вдруг пастухи увидели славу Господнюю, увидели ангела, который благовествовал им о том, что ныне в городе Давидово, Давидово родился Спаситель мира. И вы можете увидеть это, и увидите знак, младенец, лежащий в ясне. И они, встав, эти пастухи, встав тут же, с поспешностью, пришли туда, куда сказал им ангел, и действительно увидели младенца, лежащего в ясне. И они сказали об этом Марии, сказали об этом Иосифу, что они слышали от ангела, и поклонились перед ним, как перед Царем, как перед Спасителем и Христом. И вот мы сегодня, как бы тоже находимся в этом вертепе, в этой пещере, где мы встречаем богомладенца, где мы поклоняемся ему, как Христу, как Царю и как Богу Своему. Мы пришли для того, чтобы воздать божественные почести Богу, и для того, чтобы напитаться этой радостью, для того, чтобы понять, насколько же Бог смирил себя, насколько Бог преклонил Свою выю, Своё величие, Своё всесилие перед нашей немощью, перед нашей греховностью, перед нашим человеческим естеством. Не просто Он, как бы, наклонился, слушая нас, не просто, как бы, снизошел, не изменяя ничего в себе, для того, чтобы исполнить какие-то наши прошения, но настолько тесно соединился с человеком, что принял естество человеческое, стал, кроме того, что Он был Богом, стал еще и человеком. Сын Божий стал Сыном Человеческим, Сыном Девы Марии, принял такое же естество, такую же плоть, которая, в отличие от нашей плоти, от нашего естества, не была повреждена грехом. У Него не было своего греха. И вот Христос родился в мире и Своим рождением еще стократно и тысячекратно осветил этот мир, который сотворил. Он этим Своим рождением, этим Своим приходом в мир показал, что мир Ему не чужд, что человек Ему не чужд, что та пропасть, которая возникла между Богом и человеком, это не вина Бога, а вина человека. И что даже при том, что это вина человека, Бог не хочет, чтобы человек навечно был отделен от Бога этой пропастью, а хочет вновь соединиться с Ним, хочет вновь дать Ему полноту радости и полноту любви. И поэтому, видя, что человек ничего не может сделать, чтобы преодолеть эту пропасть, он сам нисходит, он сам становится человеком, он сам в самом себе, в своей плоти, в своей личности преодолевает вот это средостение, эту стену разрушает между естеством божественным и естеством человеческим. И после этого мы, люди, живущие уже в новую эпоху, в новую эру, в эру христианскую, мы знаем, что тайна Божия – это отчасти тайна человеческая, что каждый человек – это великая тайна, что каждый человек может таким же образом приобщиться к Богу, потому что Бог под видом хлеба и вина дает нам вкушать тело и кровь свою. Бог нам, видя чудных евангельских глаголов, дает нам приобщаться к вере своей, дает нам познавать такие тайны, которые не могли знать раньше и ангелы. И воистину Рождество Христово изменило все в этом мире. Этот мир перестал стонать от потери Бога, этот мир перестал увядать, перестал погружаться во мрак от этой Богооставленности. Все в мире изменилось. Мы видим, что даже исторически перед Рождеством Христовым в мире было много различных цивилизаций, много различных государств, которые расцветали, потом приходили в упадок. Но такого нравственного упадка, такого душевного мрака, видимо, в мире не было, как тогда. Действительно, люди перестали ощущать смысл своей жизни. Люди потеряли цель своего бытия. В то время покончить жизнь самоубийством считалось, в общем-то, честью, считалось праведным делом. И многие философы приходили в своих философиях как раз к этому. К тому, что умереть, прекратить эту бессмысленную жизнь считалось, в общем-то, делом праведным и закономерным, и логичным. И вот Христос рождается в этом мире. Христос изменяет этот мир. Христос вливает, как ветхие мехи, новое вино, свое учение, свои нравственные законы, свои заповеди. И этот мир преображается. Мы получили от Бога все. Мы получили от Бога не только биологическую жизнь свою. Мы получили от Бога и духовную жизнь. Мы получили от Бога и цель этой жизни. Мы получили от Бога упование вечности, упование Царства Божьего. Все это дало нам Рождество Спасителя. И поэтому сегодняшний день, день действительно радостный, день, когда мы поздравляем друг друга с этим чудесным событием. И поздравляем Господа Бога с Его, скажем так, днем рождения в этом мире. И знаем, что теперь в Сыне Божьем, в том Боге, Который вознесся в сороковой день на небо, бьется человеческое сердце. Аминь. Богу нашему славу. Боли и великолепно. Спасибо.